А сегодня расскажу о сортах картофеля, которое представляет Сибирский научно-исследовательский институт сельского хозяйства. Расположен он в городе Омске. Бывал я в Омске. Климат суровый. Люди крепкие и доброжелательные. А сорта картофеля, выведенные в этом институте, пользуются особой популярностью в Сибири и на Дальнем Востоке. Начнем с сорта юбиляр. Он ранний, урожайный, красноватая шкурка, а внутри желтомясый, среднее содержание крахмала. В памяти Рогачева среднеранний сорт, высококрахмалистый, с очень хорошим вкусом, на пюре бесподобен, устойчив к нематоде. Антонина, ранний сорт, славится своей неприхотливостью к суровым условиям возделывания, где у нас несуровые условия. Сентябрь среднеранний сорт, очень урожайный, при этом неприхотливый, за что и любим фермерами. Чая среднеранний сорт, очень красивый, с красноватой кожицей, но достать практически невозможно, почему-то он очень редкий. Хозяюшка среднеранний сорт, универсального назначения, тоже красноватый, из представленных сортов, пожалуй, самый вкусный. Лазарь среднеспелый, очень урожайный сорт, вкусный и красивый, и дольше всех сопротивляется фитофторозу. Кормилец среднеранний сорт, но в госреестре я его не нашел, возможно, он еще проходит испытания. Югана среднеспелый сорт, с отличным вкусом, хорошо сопротивляется фитофторозу и вирусу скручивания листьев. Кетский среднеспелый столовый сорт, клубни красивые, товарные, обладают очень хорошей лёжкостью. Конечно же, друзья, я не давал даже краткой характеристики сортов картофеля, которые я вам показывал. Сейчас в эпоху интернета все подробные описания вы легко найдете в сети. Моя же задача сегодня была совершенно простая. Просто визуально показать вам новые сорта картофеля, которые представил Сибирский научно-исследовательский институт сельского хозяйства. Может быть, зацепитесь взглядом за какой-то сорт, понравится он вам, изучите его, выпишите, начнете выращивать. Так очень часто бывает. Если вам какой-то сорт очень нравится, он и получается у вас лучше, чем другие. И помните, что эти сорта создавались для Восточной Западной Сибири и Дальнего Востока. Там-то они в основном и райнированы. Но попробовать их можно в любой зоне нашей страны. Раньше испытанием сортов занимались специальные сортоиспытательные участки, которых было огромное количество в нашей стране. Сейчас их почти не осталось, поэтому вся реальная сортоиспытательная работа теперь лежит на нас. Садоводов-любителях. Так что шесть соток и в научной сфере помогут.